Божий свет светит на всех? В нашем сегодняшнем фрагменте Иоанн, ученик Иисуса, говорит следующее. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, проходящего в мир». Мир первого столетия жаждал настоящего света, чего-то аутентичного и реального. Наш мир жаждет того же. Мы устали от того, что нами манипулируют во взаимоотношениях. Мы устали от того, что власти играют нами. Мы не уверены, кому можем доверять. Можем ли мы доверять новостным сетям, лидерам в правительстве, религиозным лидерам, семье, родственникам? Для греков времена Иисуса просвещение было откровением об истине. Для евреев просвещение крылось в праведном характере Бога, который проявляется в людях. Для Иоанна Иисус был совершенным светом. Он открывает Божий характер, Его истину. Иоанн говорит, что этот свет просвещает всех. В другом переводе сказано «дает свет всем людям». В Иоанна 8, 12 Иисус говорит «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Иисус пришел в мир человеческих дел, человеческой хрупости и боли. Иисус пролил свет на всех. Это и есть послание Рождества. Бог проливает свой свет на каждого человека. Свет приятен, комфортен, но он также прозрачный и обезличенный. Он заставляет человека задавать вопрос «Если Бог существует, то можем ли мы узнать Его?» В Китае есть одна гора. Она находится в удаленном, негостеприимном районе Тибета и Гималаев. Это гора Кайлас. Ее высота — 6638 метров или 22 тысячи футов. Четыре религии считают ее священным местом. У индуистов Шива — уничтожитель невежества и обмана, живет на вершине этой горы. Для джайнистов — это место, где их первый лидер достиг нирваны, просвещения. Для буддистов — это дом Будды, который представляет высшее блаженство. А для последователей традиции Бонн, весь этот регион является местом нахождения духовной силы. Вершина является местом проживания Бога или нахождения духовной силы, или местом просвещения. Каждый год тысячи людей совершают паломничество на Кайлас. Этой традиции уже много тысяч лет. Они верят в то, что если обойдут гору Кайлас пешком, пройдя 52 километра, то совершат духовный ритуал, способный принести им удачу. Вот что интересно. На гору Кайлас никогда не поднимались. Все четыре религии считают, что стать на гору — это совершить смертный грех. Из уважения к этим четырем религиозным группам китайское правительство запретило подъем на эту гору. Согласно этим четырем религиям, на вершине горы живет Бог, который представляет просвещение, блаженство и духовную силу. Но никто не может подняться туда. За всю историю разные группы людей по всему миру представляли, что Бог живет в другом мире, на облаках, или на высокой горе. Мировые религии часто изображают Богов в виде существ, находящихся далеко и не имеющих близких связей с людьми. Многие в западном обществе считают себя агностиками. Они верят в то, что Бог или высшая власть существует, но считают, что человек не может познать Его. Можно ли узнать Бога? И если Его, можно узнать, как Он открывает Себя? Иоанн, ученик Иисуса, провозглашает в 14 стихе. «И Слово стало плотью и обитало с нами, и полная благодать и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Почему Иоанн называет Бога Словом? Для греков слово «логос» было главным принципом. Это была божественная причина порядка в мире, которая придавала смысл жизни. У евреев было свое понимание слова. Для них слово было связано с Божьим откровением о себе, либо в сотворении, либо в искуплении. Это было откровение о Его сущности. Иоанн пишет, «И Слово стало плотью». Для древнего мира это было нечто удивительное. Слово, которое было Богом и является Богом, Творцом, не имеющим начала и конца, стало человеком. И даже когда Он стал человеком, то не пришел в торнадо или огненной бури. Он пришел в виде плода, ребенка. Он не мог ничего делать, кроме как лежать, плакать и шевелить руками. Никакая фантастика не сравнится с воплощением Бога. Павел пишет филиппийцам 2.6 и 2.7. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничтожил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшим подобным человеком и по виду став как человек. Бог пришел в образе человека и излил Себя. Что это может означать? Дж. Ай Пайкер, британский богослов, пишет, что это означало добровольное воздержание от власти, принятие трудностей, изоляции, плохого отношения, злого умысла и неправильного восприятия. И напоследок смерти, которая включала в себя такую невероятную агонию, скорее духовную, чем физическую, что его разум едва не сдался перед ней. Это означало любовь даже к человеку. Конец цитаты. Божье Слово для человечества крылось в самом Боге. Бог стал человеком. Шок! Иисус был полностью Богом и полностью человеком. Он жил среди нас. Юджин Питерсон говорит, он переехал в наш квартал. Бог переехал в человеческий квартал и заявил о себе. Возможно, вы помните, как услышали о том, что в ваш подъезд или в доме по соседству поселилась новая семья. Всем интересно узнать, кто они, как они выглядят. Есть у них дети. Они шумные, неряшливые. А когда они переезжают, то вы внезапно переходите от фантазии и спекуляции к реальности. Рождение Иисуса сразу же переносит нас от чисто интеллектуальной, спекулятивной и мистической составляющей контркритики. Оно переносит нас от образа далекого Бога к высокой горе, к которому невозможно добраться к личности. Иоанн продолжает в 14 стихе. Полная благодать и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Иоанн говорит, мы видели характер Божий в человеческой истории. Мы наблюдали за сценами из Его жизни. Мы видели повороты сюжета, отождествляли себя с Его победами и трудностями. Мы были свидетелями Божьего присутствия, сияния, силы, слава, как единородного от Отца. Слово «единородный» означает уникальный в своем виде возлюбленный Сын. Иисус не был Сыном Бога в том смысле, что Его создали или Он родился. Иисус был особенным объектом любви Отца. И, будучи Сыном Божьим, Он в точности похож на Своего Отца, полон благодати и истины. У нас может быть немного любви, и мы можем проявлять немного истины, но кто из нас никогда не полон благодати к другим? И точно так же мы не всегда правы. Иисус же постоянно полон благодати и истины. Он несет истину от начала и до конца. Как выглядит Бог? Иоанн пишет в 18 стихе. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий внедре Отчим, Он явил». «Явил» значит объяснил Его или рассказал историю. Иисус истолковал Бога для нас. Он объяснил нам Бога. Вот вам пример. Позже, в 4 главе, Иоанн, Иисус и ученики оказались в Самарии. Они шли в Галилею. Они остановились в городке, чтобы перекусить. Пока ученики пошли в город, Иисус сидел у колодца. И среди дня к Нему вышла самарянка, чтобы набрать воды. Возможно, она стыдилась чего-то. Она 5 раз была замужем и жила шестым мужчиной. Иисус переехавший в человеческий квартал попросил у нее воды. Еврей просит воды у самарянки. Он нарушает все культурные обычаи. Иисус начинает с ней разговор. Она пытается отвлечь его внимание, рассказывая о предках и местах религиозного поклонения, о горе возле Самарии или горе в Иерусалиме. Иисус милостиво раскрывает ее нужду в живой воде. Он говорит ей, что ее религиозный путь не даст ей того, чего жаждет ее сердце. И тогда он раскрывает себя. Благодать и истина на 100%. Иисус это истинный свет. Он проливает свет на Самарянку, которая была замужем 5 раз и живет шестым. Он может удовлетворить жажду ее души. Он путь истина и свет. Божье откровение о себе не принимает форму споров или предложений божественной логики, которая берет верх над человеческим интеллектом. Он принимает облик человека. Иисус был явлением Божьей истины. Он раскрывает Бога. Бог с нами. Иными словами, если вы хотите узнать, кто такой Бог, хотите понять, в чем его суть, как понять, как он поступает и что ценит, хотите узнать Бога, посмотрите на Иисуса. Бог явил свое сердце через Иисуса. Он действует на личном уровне. Вы можете спросить, а Бог хочет отношений со мной? Он готов обратиться ко мне? Возможно, я слишком изолирован. Если Бог там, то есть ли ему дело? Является ли его любовь, осязаемой? Вот вам история из Северного Китая. Глэдис Эйлворд жила в Северном Китае в первой половине 20-го столетия. Однажды она поехала в неизведанный для нее регион с доктором Хэнуум. Она хотела поделиться радостью, вестью об Иисусе. После 10 дней в пути они переехали в удаленный регион, где практически не было сел. Доктор Хуэн помолился о том, чтобы Бог показал им людей, которым они посланы проповедовать Иисуса. Он знал, что они ехали с целью. Спев несколько песен, доктор Хуэн подпрыгнул. Вот наш человек. Он побежал по холму, чтобы приветствовать этого человека, буддистского монаха. После этого он вернулся к Глэдис и помог ей подняться на гору. она сказала ему, ты сказал ему, что я женщина. Глэдис знала, что монахи следовали строгим правилам, которые запрещали им общаться с женщинами. Да, но он пригласил нас переночевать в монастыре. Ламы это буддистские монахи, которые следовали по пути того, кого считали просвещенным. Глэдис думала, зачем ламам приглашать меня в свое священное здание. На вершине горы находится монастырь, грозный и пугающий. Их непростой подъем забрал у них силы, но их привели в большой двор, где 500 лам сидели на подушках. Спев несколько песен и рассказав историю Иисуса, они ушли в свои комнаты, надеясь на то, что им удастся отдохнуть. Когда Глэдис собиралась лечь спать, ей постучались в дверь. Снаружи стояло двое лам. Женщина, вы не устали настолько, чтобы рассказать нам чуть больше? Спросили они смиренно. Они вошли и внимательно слушали, а затем ушли. Через несколько минут пришло еще двое. И так повторялось всю ночь. Все они задавали один и тот же вопрос. Можете объяснить, как и почему умер Иисус? Можете объяснить, как Он может любить меня? Их захватила Божья любовь, послание Иисуса, тот факт, что Он отождествил Себя с нами. На следующее утро Глэдис узнала, что то же самое происходило и с доктором. Они решили остаться там на неделю. В последний вечер Глэдис получила приглашение выступить перед главным ламой, которого они пока что не видели. Они вежливо обсудили различные вещи, а затем Глэдис спросила, почему вы позволили мне, женщине иностранке, прийти в ваш монастырь? Почему вы позволили мне поговорить с вашими ламами? Он ответил, это долгая история. Восемь лет назад ламы навьючили урожай трав на ослов. Проходя мимо одного селения, они увидели, как мужчина размахивал листком. Старший лама показал ей листок. Он был разорван, но висел на стене. На нем был всего лишь один стих из Библии. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Истинный свет изливался на них. Главный лама продолжил. На следующий год, когда наши монахи везли урожай в город, им было велено узнать, где находится Бог, который возлюбил. Но на протяжении пяти лет они не могли узнать ничего больше. Каждый лама читал эти слова вновь и вновь. Затем человек, который получил этот листок, поклялся, что не вернется назад, пока не узнает больше об этом Боге. Он шел и шел, пока не дошел до Ланчжоу. На китайской миссионерской станции они нашли четыре Евангелия. Главный лама продолжил. Мы прочитали истории Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Мы поверили всему, что в них говорилось. Но было много того, что мы не показался нам особенно важным. Христос сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Очевидно, что однажды свидетель придет, чтобы рассказать нам больше об этом чудесном Боге. Нам нужно было лишь подождать. И когда Бог пошлет к нам кого-то, мы должны быть готовы принять его. На протяжении еще трех лет мы ждали. Затем двое лам пошли собирать дрова и услышали пение, в то время как один вернулся к нам, чтобы мы начали готовиться к приему ожидаемых гостей. Другой спустился, чтобы встретить вас внизу. Гледис записала в своих мемуарах, «Я проповедовала радостную весть об Иисусе вместе, которое назначил Бог. Остальное я отдала Ему и Духу Святому». Сейчас на этом месте больше нет монастыря. Он был разрушен во время культурной революции. Что случилось с этими пятиста ламами? Бог знает, Гледис верит, что многие из них стали последователями Иисуса, ибо так возлюбил Бог мир. Бог слышит молитвы буддистских монахов. Бог Отец любит мир так сильно, что отдал своего единородного сына, уникального сына, который открыл его сердце всем людям. Он желает, чтобы все люди познали Его. Приход Иисуса на землю – это самое сильное заявление о Божьей любви. Он не задумывался просто как концепт или кто-то, кого мы знаем на расстоянии. Вы верите в то, что Отец видит вас, знает ваше имя, любит вас? Я пережил личную заботу Божью несколько недель назад. Моя вторая дочь рожала нашего первого внука в Монреале. Из-за ограничений, связанных с COVID-19 и красной зоной в Монреале, а также запрету на неключевые перелеты, мы с Джуди молились и поддерживали ее на расстоянии в 5000 километров. Мы услышали в 10 утра, что у нее отошли воды, на протяжении следующих 7 часов мы не получали больше никаких новостей. Где-то в 5 часов вечера я пошел, чтобы помолиться наедине. Боже, это разговор отца с отцом, и я знаю, что ты любишь мою дочь. Ты дал жизнь этому ребенку. Я не могу быть там, но ты там. Я прошу тебя о безопасных родах. Я ощутил осязаемое присутствие Божье внутри. Через несколько часов наш зять написал нам, мать и ребенок в порядке. Я спросил, когда родился ребенок? В 8 часов, 4 минуты по Монреалю. Это 5 часов, 4 минуты по Британской Колумбии. Наш Отец Небесный слышит наши молитвы. Он действительно любит нас. Часто в самые темные времена мы переживаем самые близкие отношения с Ним. Эти личные отношения для всех. Давайте вернемся к словам Иоанна. Иоанна 1 10. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые нет крови, нет хотения плоти, нет хотения мужа, но от Бога родились. Мир был создан через Иисуса, но мир не познал его. Как такое возможно? Познать это не просто признать умом, это значит находиться в отношениях. Иисус пришел в человеческий мир, который Он создал. Все человечество обязано своим существованием Ему, но мир не был в отношениях с Ним. И вот невероятная история. Несмотря на убедительные доказательства божественности, несмотря на множество свидетелей, многие евреи тех дней отвергли его. Почему это случилось? У них были свои ожидания. Они ожидали политического спасителя, который избавит их от римлян. У них был свой взгляд на мир. У них были другие убеждения, мысли и ценности. Их сердца ожесточились. Но как пишет Иоанн, и это и есть благодать Божья. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. И это приглашение обращено ко всем, всем тем, кто готов принять Иисуса в свою жизнь и верить в Него. Поверить значит положиться, посвятить себя этому человеку. Мы следуем лишь за теми, кому доверяем. Доверять Его имени значит верить в то, кем Он является и всякую истину о Нем. Когда мы верим в Его имя, как пишет Иоанн, мы становимся детьми Божьими, становимся Божьим народом, семьей. Мы не являемся Божьими детьми просто потому, что мы люди. Мы не являемся детьми Божьими благодаря наследию, религии или расе, даже если мы евреи. Мы не рождаемся по воле плоти. То есть мы не перерождаемся духовно, потому что так желает наш родитель. Но мы рождаемся от Бога, когда в наших сердцах происходит сверхъестественная работа. Это работа Бога. Мы перерождаемся духовно, когда начинаем верить в Иисуса. Бог делает то, чего не можно достичь человеческими усилиями. Перерожденный ребенок теперь может воскликнуть отче. Его очень любят родители, бабушка с дедушкой, тети и дяди, но он не осознает, как сильно его любят. Он также осознает то, что Божий свет изливается на него. Однажды у него будет возможность отреагировать на эту любовь. Когда моя дочь уехала из больницы со своим сыном, то начала плакать. Ее захлестнули эмоции. В каком мире родился ее сын? Я быстро написал ей. Это может прозвучать странно, милая, но правда состоит в том, что Бог, который был за нас и с нами в наших путешествиях, поэтому непростому и нестабильному миру, будет с Леоном Самуэлем. Так его зовут. В каждый момент его пути отдыхай в его благости. Леон не является Детем Божьим только потому, что он человек. Бог дает каждому из нас свободу выбора, но Божий свет сияет на него и будет сиять и дальше, что бы там ни было. Как писал Иоанн, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Когда Иисус стал человеком, Он потряс вселенную, изменил историю, преобразил жизни людей в истории. Если вы последователь Иисуса, то я желаю, чтобы свет Иисуса сиял ярко в вашем сердце, когда вы будете размышлять над значением этого события для ваших жизней сегодня. Во время этого необычного рождественского сезона я хочу, чтобы вы знали, что вас любят. Если же вы не следуете за Иисусом, то знаете, что Он призывает вас положиться на Него. Иисус стал одним из нас, потому что любил нас. Это событие побуждает принять решение каждого из нас. Примем ли мы Его любовь и последуем за Ним? Или мы отойдем и пойдем своим путем? хотим ли мы разговора с Ним? Чтобы учиться у Него. Бог открыл Себя свою любовь. И по вере вы можете узнать эту любовь. Это послание Рождества. Иисус знал, что вы не можете забраться на гору духовности, чтобы достичь Его своими силами. И поэтому Он спустился к вам. Ему нужно было прийти и сделать то, что вы не смогли сделать. Он пришел, чтобы схватить вас, спасти вас от силы греха, смерти и ада. Он пришел, чтобы убрать преграду между вами и Богом. Иисус приглашает вас к жизни. Он приглашает вас к любви. Он пошел на крест и умер за вас, взял на себя ваши грехи, чтобы Бог в своей святости мог простить вас и принять вас в качестве своего ребенка. Когда вы объединяетесь с Ним, вы оживаете. Друзья, Иисус призывает вас отвернуться от тьмы, от жизни отдельно от Бога и обратиться к вашему Отцу Небесному, приняв прощение грехов, обрести близкие отношения с Ним, стать Детем Божьим. Вы можете стать семьей, Он любит вас. Ваше хождение с Иисусом начинается со смирения и обращения. Отче, прими меня. Иисус, спаси меня. Дух Святой, войди в мою жизнь. Если вы желаете этого, то помолитесь со мной. Отче, я исповедуюсь в том, что нуждаюсь в Тебе. В это время изоляции и дистанцирования я ощущаю отделение от Тебя, но я хочу отношений с Тобой. Спасибо, что послал Иисуса из любви ко мне. Перед тем, как я задумался о Тебе, я признаю, что ходил независимо от Тебя, иногда сознательно, а иногда несознательно. Я отвергал Твою любовь. Я пытался сам сделать так, чтобы жизнь работала для меня. Иисус, спасибо, что отождествился со мной в моих страданиях. Спасибо, что пошел на крест и взял мой грех, бунт, эгоизм и эгоцентризм на себя. Иисус, я каюсь. Я обращаюсь от Своих независимых путей к Твоему прощению. Я признаю, что мне нужно изменить мой образ мышления и жизни. Мне нужна помощь. Спасибо, что открыл путь для отношения с Тобой. Я принимаю Тебя, Иисус, как своего спасителя и лидера. Я принимаю Духа Святого. Я очень рад, что могу присоединиться к Твоей семье. Восстанови меня, укрепи меня, веди меня с этого дня и далее. Во имя Иисуса. Аминь. Если вы повторили эту молитву впервые, то я советую вам поговорить с другом, который следует за Иисусом. Продолжение следует...